Здравствуйте, мы в прямом эфире репортера, это студия, меня зовут Григорий Блайдер. Сегодня обсудим один любопытный аспект духовной жизни нашей страны. Филарет направил письмо с обращением к патриарху московскому и всей Руси Кириллу с призывом к примирению. Как раз совпало это, случайно или нет, но в эти дни в Москве проходит собор Русской Православной Церкви с участием иерархов Украинской Православной Церкви. Мы обсудим значение этого письма для взаимоотношений Украины и Украинской Православной Церкви, и Русской Православной Церкви. И насколько это важно может изменить положение дел в церковной жизни нашей страны. Протеерей Евгений Гутьяр, секретарь Одесской епархии на студии, здравствуйте. Добрый день. Давайте проанализируем некоторые сообщения украинских СМИ. Они пишут, что Филарет первым пошел на примирение. Не представитель Русской Православной Церкви, а именно он первым протянул руку дружбы. О чем это говорит? Вы солидарны с такими заявлениями? Судя по тому, что сегодня мы имели возможность видеть пресс-конференцию главы Киевского Патриархата, сам лично он заявил о том, что это не его инициатива, и постоянно подчеркивал о том, что вот этот вопрос примирения, о котором в частности и в письме сказано, это инициатива именно со стороны Святейшего Патриарха Кирилла. Но ведь он написал письмо. Как комментировал сам Филарет, то его об этом попросил Святейший Патриарх Кирилл. Я процитирую часть письма. «Желая прекратить разделение и распри между православными и христианами, восстановить евхаристическое и молитвенное общение, обращаясь к вам с призывом принять надлежащее решение, благодаря которым будет положен конец существующему противостоянию». Русская Православная Церковь готова ответить Филарету тем же? И вообще о каком противостоянии говорит Филарет, он в письме этого не поясняет. Судя по тому, что не лично Святейший Патриарх Кирилл ответил главе Киевского Патриархата, но от имени Собора всей Русской Православной Церкви было вынесено решение о продолжении диалога согласно письму Филарета. Это свидетельствует о том, что, конечно же, Русская Православная Церковь всецело открыта для этого диалога. И более того, именно Церковь постоянно является инициатором вот этих взаимоотношений, нормализации и, как здесь сказано, примирения между народами. Причем это не между народами, здесь немного неточное выражение. Речь идет о воцарении мира между верующими братьями и сестрами, между христианами. Вот вы упомянули уже о том, что пресс-конференцию давал сегодня Филарет, и я бы хотел процитировать одну из его ключевых постулатов, вот этого его спича. Собор, использовав мое обращение, направил его не на примирение и решение вопроса автокефалии на то, что мы якобы хотим вернуться в московский патриархат. Так вот, Филарет, никакого покаяния в том, что я избрал автокефалию для ОПЦ, не будет. То есть, я так понимаю, что Филарет хочет объединение Киевского патриархата и Украинской православной церкви, но на своих определенных условиях, на создании полностью независимой украинской церкви, которая не будет зависеть ни от московского патриархата, ни от Русской православной церкви, ни от Константинополя. Правильно я понимаю? Разъясните этот момент. Правильно, как вы сказали, и кроме того, что главой этой церкви, конечно же, неминуемо будет Филарет. Филарет. Это одно из его условий. Конечно же, либо его приема. То есть, в данном случае со стороны Киевского патриархата видится именно исключительная точка зрения своего доминирования в данном вопросе. И это, разумеется, само собой является тем условием безапелляционным. Ну, как сегодня в пресс-конференции, это было, конечно, многократно озвучено. Необходимо сказать, что эта точка зрения идет в совершенном разрезе с тем письмем, которое было предоставлено. Кстати, да. И как это понимать? Создается впечатление, что это даже не он писал это письмо, потому что на пресс-конференции он, по сути, заявил, что он не отступает от своих принципов, но при этом вроде как и хочет мира. Вы знаете, может быть, на пресс-конференции говорил не он, а его устами говорил кто-то другой. Вот это более вероятно. Давайте поясним еще один, разъясним еще один момент. Филарет проводит параллель между той церковью, которую он себе представляет в Украине, с автокефальными поместными церквями, сербской, болгарской, румынской, он другие приводил в пример, которые, по его словам, не зависят ни от кого. Ни от Москвы, ни от Константинополя, ни от кого-либо другого. И именно такая, по его мнению, церковь нужна в Украине. И будет она называться «Украинская православная автокефальная поместная церковь». Вы как относитесь к такому статусу украинской церкви, которую описывает в своей пресс-конференции сам Филарет? Я отношусь к этому совершенно спокойно, потому что такая церковь в Украине уже есть. Это поместная церковь Украины, причем, если говорить слогом Филарета, то это действительно церковь государства Украины. Та независимая церковь, которая появилась практически вместе с рождением нашего государства, это Украинская православная церковь, которая существует в единстве с Московским патриархатом и со всеми остальными православными церквями. И поднимать вопрос об автокефалии или, точнее, о создании какой-то церкви, при том, что эта церковь уже есть в Украине, существует на протяжении всех 25 лет, здесь, конечно же, вдохновляются эти идеи только одним. Это то, что каким-то образом своей структуре, которая им была создана, придать какую-то форму каноничности, законности. Ну вот на соборе в Москве митрополит Ануфрий всей Украины поднял вопрос о необходимости получения большей некой децентрализации Украинской православной церкви, большей независимости от московского патриархата, от той церкви, которую мы привыкли называть московским патриархатом, во главе с патриархом Кириллом. Может, не случайно, что письмо Филарета появилось именно в тот момент, когда митрополит Ануфрий заговорил тоже о большей свободе Украинской церкви? Дело в том, что вот эта просьба, которая была озвучена блаженнейшим митрополитом Ануфрием на Архиерейском соборе, это просьба, которая продиктована действительно веянием времени. Церковь, которая была создана, появилась, вот так правильно сказать, была рождена действительно в 90-м году, Украинская православная церковь, которая получила статус широкой автономии, самоуправляемости, независимости и неподчиненности московскому патриархату на протяжении всех 25 лет своего существования, уже даже больше, эта церковь всегда сохраняла эти свои права, духовные, юридические. Это всегда была Украинская независимая православная церковь. В силу, может быть, какой-то не совсем корректной работы церковных юристов, может быть, так сказать, вот эти все права, перечисления всех аспектов вот этой правовой независимости Украинской православной церкви, они не были прописаны в уставе Русской православной церкви, которая и даровала вот эту широкую автономию Украинской православной церкви. И, тем не менее, Украинская православная церковь на протяжении всего этого времени, всех 25 лет, жила согласно вот этим нормам своего самостоятельного существования. Никто не посягал, никто и не требовал каких-то подтверждений, потому что все само по себе было понятно. Вот Украинская православная церковь, которая полностью самоуправляема, которая возглавляется своим предстоятелем с титулом Блаженнейшей. Для тех людей, которые интересуются, либо, может быть, незнакомы, титул Блаженнейшего — это титул главы поместной церкви. И на протяжении всех 25 лет, более чем 20 лет, эти вопросы не вызывали ни у кого никаких вопросов и требований норматива устава. Но в последнее время появились тенденции со стороны радикально настроенных политиков и антицерковных деятелей, врагов православия на Украине, я прямо скажу, к тому, чтобы, используя крючкотворство и какое-то иезуитство, выискивая в уставе церквей какие-либо недочеты с помощью, скажем так, давления на эти непрописанные нормы, укорять церковь Украины в том, что она либо негосударственна, либо она непатриотична, либо она подчиняется какому-то государству-агрессору, либо кому-то еще. То есть ставить в укор церкви то, чего не существует. И вот именно для того, чтобы в сей момент лишить повода тех, кто ищет повода, именно поэтому блаженнейший митрополит Ануфрий и попросил прописать в уставе Русской Православной Церкви то, что фактически на протяжении всех 25 лет является неотъемлемой частью жизни независимой Украинской Православной Церкви. Вот и все. Давайте вернемся к взаимоотношению с Филаретом. Если все-таки те переговоры, которые говорит и митрополит Ануфрий, и сам Филарет, состоятся, то как будет расценивать Украинская Православная Церковь Московского Патриархата диалог с Филаретом, коль уж его не признают, его отлучили от христианства, его не признают, если не ошибаюсь, может, вы мне поправите, ни одна православная церковь в мире. А с кем вести переговоры? Вести переговоры с человеком и вести переговоры с людьми. Ибо каждый человек, как бы далеко он не зашел в своем грехе или даже богоотступничестве, он не потерян ни для Церкви, ни для Господа Бога. Анафема, которая давлеет над Филаретом и над всеми его последователями, это не есть приговор, это не есть несмываемое клеймо. Даже анафема врачуется покаянием. Разумеется, покаяние — это тот аспект, который требует жертвенности от двух сторон, от того, кто приносит покаяние, и от того, кто принимает покаяние. И вот, разумеется, эта синергия, это совместное действие двух этих сторон, это то, что называется любовью. И вот именно любовь, она и должна объединить. Вот это письмо, которое было обнародовано от имени Филарета, это то письмо, которое где-то, в принципе, пронисано. Здесь и говорится о том, что «Я, ваш собрат и сослужитель, прошу прощения во всем, призываю преодолеть расколы и разногласия ради мира». То, что было сегодня провозглашено на пресс-конференции, знаете, оно диссонирует вот с этим, все-таки проникнутым духом христианства письмом. Здесь, конечно же, остаются вопросы. То есть, что было проведено в процессе подготовки этой пресс-конференции. В отношении православных Украины. Сегодня с утра, в 7 часов утра, большинство православных прихожан Одессы собираются в Успенском соборе на традиционный пятничный акафист перед Касперовской иконой Божьей Матери. Вы не представляете, сколько сегодня прихожан собралось и сколько верующих просто не уходило из двора собора. И вот так вот священников просто спрашивали, скажите, что Филарет кается? Неужели наступила эта пора? Неужели снова мы будем вместе? Понимаете, верующие, которые принимают на себя оскорбления от адептов киевского патриархата, которых укоряют во всем, чем угодно, в непатриотизме, в служении Москве, во всем, чем угодно. Эти люди с радостью и с нетерпением спрашивали, неужели Филарет покаялся? Неужели Господь смог преодолеть своей благодатью вот эту гордыню и вот эти поиски? Понимаете, люди готовы принять и простить этого человека, несмотря на все, что было. И тех людей, которые находятся в расколе, тоже принять. Сердца открыты. Но тут в два часа вот эта пресс-конференция, которая просто вот так вот все перечеркнула. Но после этого, опять же, когда говорится о том, что нет, не буду каяться ни в анафеме, ни в чем, говорится, но мы настроены на диалог с московским патриархатом и желаем быть братьями и так далее. То есть, чувствуется, что нет какой-то зыбкости и внутренней твердости и единства в самом стане киевского патриархата. То есть, письмо одно говорит, пресс-конференция говорит второе. Итоги пресс-конференции третьи. Да, вы предварили мой вопрос. Я хотел спросить на фоне того, что было сегодня заявлено, чем является это письмо. Официальным документом, который будет рассматриваться на соборе русской православной церкви с участием иерарха в украинской православной церкви. Либо все-таки каким-то вбросом, как мы называем это журналисты, информационным вбросом, для того, чтобы масс-медиа снова обратили внимание на эту ситуацию. Не только масс-медиа, может быть, и какие-то наши западные партнеры, и не только западные партнеры. Чем является это письмо? Какую стратегическую, может быть, политическую цель оно несет? Дело в том, что вчера во второй половине дня появилось сообщение по итогам работы Архиерейского собора в Москве о том, что было рассмотрено данное письмо. Его рассмотрел патриарх и весь епископат, который присутствовал на соборе. И по этому письму было вынесено решение освященного собора. Итогом решения стало то, что была вынесена благодарность Господу Богу за то, что Господь не оставляет церковь и расстоящих по разные стороны, скажем так, разделенных братьев во Христе. И то, что Господь дает попытки и возможности все-таки исцеления, врачевания, раскола. И по этому обращению Филарета была создана комиссия, которая будет работать, налаживая, точнее продолжая, скажем так, тот, ну, скажем, затухший, наверное, диалог, который в свое время имел место. Несколько лет назад все-таки были движения и со стороны Киевского патриархата, и, как всегда, открытое движение Русской Православной Церкви об исцелении и расколу Украинской Православной Церкви. И вчера появилось обнародованное решение по этому вопросу. Однако текста вот этого письма не было обнародовано, причем его не обнародовали представители Киевского патриархата. Это все делалось в тайне ОТО всех. То есть, освященный собор в Москве, он сказал о том, что это письмо имело место. Если мы посмотрим, то первоначальная реакция Киевского патриархата, скажем так, пресс-службы была следующей, что никакого письма не было. Причем это была реакция того представителя, который, судя по дальнейшим комментариям, сам лично это письмо возил в Москву. Передумали или поспешили, или как? То есть, почему это могло произойти? Время покажет. Ясно. Но, тем не менее, если все-таки будет признано, что письмо таки было написано, и письмо имеет какой-то определенный, грубо говоря, юридический вес, будет ли это говорить о том, что Украина осуществляет какую-то попытку протянуть руку дружбой соседнему государству, которое сейчас признано агрессором на официальном уровне? Речь идет не о межгосударственных отношениях, речь идет о церкви. И в данном случае, обратите внимание, представители Украинской Православной Церкви, это значительное число епископов, составляют большой процент от тех епископов, которые заседают в Москве. Поэтому, конечно же, свой вес, свой голос, свое мировоззрение, как архиереев украинской земли, они, конечно же, высказывают и на соборе Русской Православной Церкви, формируя в том числе и соборные решения. Поэтому здесь речь идет не о межгосударственных отношениях, речь идет о церкви, о межцерковных отношениях. И еще раз скажу, что это письмо, оно, так как было зачитано на соборе, конечно же, оно и прошло проверки, я думаю, необходимые. То есть, это действительно настоящее письмо Филарета, тем более он сам засвидетельствовал об этом на сегодняшней предконференции. Поэтому, конечно же, в данном случае диалог взаимен. И со стороны Православной Церкви была назначена, как я уже сказал, комиссия. Такую же комиссию обязались организовать и со стороны Киевского Патриархата. Вот они продолжат тот диалог, который, в принципе, уже когда-то имел место. Когда он был прекращен? Он был прекращен в связи с событиями 2013 года, то есть, когда произошло вот это обострение, которое неминуемо, конечно же, отразилось на всем в нашем государстве, в том числе и на межконфессиональном взаимоотношении. И до сегодняшнего дня, может быть, до вчерашнего дня, это обострение нарастало. Оно продолжалось. Я так понимаю, отношения между Украинской Православной Церковью и Московского Патриархата и Киевского усложняются с каждым годом. Потому что все чаще и чаще появляется сообщение, что то одни захватывают храмы, то другие захватывают храмы, и оппоненты не перестают поливать друг друга грязь. Дело в том, что Киевский Патриархат допустил манипулирование собой радикальными группировками. Мы прекрасно помним приемы радикальных лидеров, лидеров радикальных организаций лично своим филаретом, одобрение агрессии по отношению к православным, к верующим Украинской Православной Церкви, захваты храмов за вот эти прошедшие несколько лет, это все то, чем, скажем так, воспользовался Киевский Патриархат вот в данный период, то есть используя социально-политическую обстановку в нашем государстве. И действительно это родило большую напряженность между нашими взаимоотношениями. И, конечно же, свело на нет тот диалог, который имел место, но, может быть, по промыслу Божию, по благословению Господниму все-таки этот диалог вернется в реальность нашего существования. Спасибо огромное, спасибо за то, что пришли в нашу студию, разъяснили вот эту цепочку неоднозначных и, может быть, не совсем связанных друг с другом событий. Спасибо огромное, приходите в нашу студию. Протеерей Евгений Гутерр, секретарь детской епархии, был сегодня в студии репортера. Мы обсуждали последние события, связанные с письмом Филарета, патриарху Московскому Северуси Кириллу и некоторые результаты Архиерейского собора в Москве. Спасибо.